Привет! Вы смотрите очередной выпуск тележурнала «Виртуальный мир» на телеканале ТНТ «Онега». А на международной выставке, проходившей на прошлой неделе в Японии, компания «Японский дисплей» продемонстрировала цветные жидкокристаллические экраны рефлективного типа с небольшим энергопотреблением. Производитель утверждает, что панели позволяют формировать изображение, схожее с напечатанным на бумаге. Благодаря интегрированным ячейкам памяти, изготовленной по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния, потребление энергии при отображении статичной картинки равно 3 милливаттам. Диагональ дисплеев составляет 7 дюймов, контрастность 30 к 1. Один из вариантов экрана, например, обладает разрешением 768 на 1024 пиксела и отражательной способностью 40%. Панель обеспечивает 5% охват цветового пространства NTSC. Оба экрана способны демонстрировать видео. В перспективе панели могут найти применение в букридерах нового поколения и других портативных устройствах. The Walking Dead эпизод 4 доступен теперь и на iOS. Квест поступил в систему iTunes и с 8 ноября игра доступна пользователям смартфонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad. Непортативный релиз, напомним, состоялся в начале прошлого месяца на PS3, персональных компьютерах и Xbox 360. The Walking Dead это история нашего мира, внезапно охваченного зомби-эпидемией, в котором выжили лишь небольшие группы людей. Отныне эта публика вынуждена постоянно перемещаться по захваченным зомби-землям, чтобы найти убежище лекарства пропитания. В этом эпизоде игры группа людей прибывает в Саванну, штат Джорджия. Некто связывается по рации с героями и вроде бы даже помогает им, но истинные намерения незнакомца остаются загадкой. Не безинтересно будет узнать, что историю четвертого эпизода написал Гэри Уитта, автор сценария кинофильма «Книга Илая». Шутер с ролевыми элементами Borderlands версия номер 2 выйдет на Макинтошах, сообщают издатели. Оригинал, напомним, появился в конце сентября на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360. Если вспомнить о коммерческом успехе, то расширение списка платформ для игры выглядит логичным. На начало месяца рапортуют продавцы. Объем продаж превысил 5 миллионов копий. Вторая часть Borderlands вернет игроков на планету Пандора, которую вновь штормит. Так сказать, Наполеон местного значения, красавчик Джек, возглавив корпорацию Гиперион, хочет очистить планету от ее обитателей, чтобы провести масштабную индустриализацию и заработать на этом. Игроки, понятное дело, с таким поворотом сюжета не согласны. Релиз будет цифровым. До конца месяца проект доступен в системах Steam и Aspires Game Agent, а чуть позже и в App Store. Скачиваемые дополнения тоже будут перенесены. А сейчас новости информационных технологий местного масштаба. Вот они на своем месте в нашем тележурнале. Следующее сообщение особенно актуально, начиная с 1 ноября. В связи со вступлением в силу федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Сеть Samparu предоставляет возможность физическим и юридическим лицам воспользоваться услугой детский интернет. Цитата с сайта провайдера. «Услуга детский интернет от Samparu – это эффективная система фильтрации, которая позволяет предотвратить доступ ребенка к сайтам, предназначенным для взрослых, сайтам, разжигающим национальную рознь, а также сайтам, содержащим нецензурную лексику. Также без вашего ведома ребенок не сможет пользоваться социальными сетями». Конец цитаты. Подробная информация об услугах и стоимости на сайте провайдера по адресу sampa.ru А на сегодня, пожалуй, все. Вы смотрели тележурнал «Виртуальный мир» на ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. Там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока. Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова